Просыпайся, северная столица, это утро в Петербурге, Людмила Ширяева и Николай Растворцев в вашей компании. Даже самый позитивный человек порой становится свидетелем неприятных событий. И речь идет не только о серьезных ЧП и масштабных трагедиях. К примеру, в плотном потоке машин всегда найдется тот, кто в лучшем случае словесно оскорбит соседа по пробке, а за вашей стеной, вашей квартирой, также могут кричать и даже бить посуду. Вмешиваться или пройти мимо? Что делать с травмой свидетеля? В этом вопросе будем разбираться вместе с медицинским психологом психоневрологического интерната номер 10 Натальей Выткаловой. Наталья Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В отличие от обычной, травма свидетеля может проявляться в течение месяцев и даже лет. По каким признакам можно понять, что у нас внутри лишь впечатление от события или травма на долгое время? Ведь недаром говорят эксперты, стресс от увиденного это еще не травма. Ну, смотрите, здесь действительно кризисное состояние – это нормальная реакция организма на аномальные события. И вообще нормальная реакция может длиться до 6 недель. И, конечно, если симптомы сопровождают человека более длительное время, если они, например, не облегчаются, а становятся сильнее или добавляются новые, или, например, симптомы дезорганизуют жизнь человека, ну, например, человеку снятся кошмары, и он боится засыпать. Конечно, это дезорганизует его жизнь, потому что он не высыпается, он не может работать. То тогда, конечно, важно обращаться за помощью к специалисту. Но 6 недель, простите, я, что перебываю не 6 часов. Да, да, да. То есть это полтора месяца человек кошмарит какие-то воспоминания. Ну, у некоторых может быть замедленная реакция, то есть не все сразу в моменте это чувствуют. То есть иногда человек в моменте может быть абсолютно спокоен, а потом через какое-то время у него могут наступать симптомы. Как это может проявляться в поведении? Это может быть, например, такое поведение, как постоянный просмотр новостной ленты. Человеку кажется, что он контролирует ситуацию, то есть дает ему ощущение мнимого контроля. Также это могут быть возможные виды избегающего поведения, то есть это когда человек старается не находиться в местах скопления народа, может быть, даже в некоторых случаях не ездить в общественном транспорте, в метро. В тяжелых случаях даже страх выходить из дома. Но ты знаете, ведь вот этот вот стать свидетелем чего-то неприятного, масштабного, или даже чего-то, знаете, мелкого, можно где угодно. В дворе собственного дома и на уровне всей страны. А вот можно ли каким-то образом, я вот не знаю, настроить некий фильтр, через который человек может воспринимать всю эту действительность? В принципе, пропускать события и не понимать. Сейчас действительно большое количество неприятных событий, которые нас атакуют со всех сторон. Вот может ли человек как-то настроиться, не пропускать? Ну, здесь очень сложно, потому что здесь все зависит от того, что это за события. Да, одно дело меня там, не знаю, в пробке подрезали, другое дело умер близкий человек. Это, в общем, разная значимость. Обходила соседка в плохом настроении. Ну, здесь, наверное, не всегда это вызовет травму, понимаете? Здесь это зависит многое очень от личностных особенностей человека, от того, в каком состоянии, в принципе, находится человек, от того, насколько он травмирован, может быть, до этого, да, то есть если у него до этого были какие-то травмы, которые он не отработал, то, конечно, любая ситуация может на него влиять очень сильно, и симптоматика может усиливаться, и может действительно быть развитие каких-то тревожных расстройств. В остальных случаях, в принципе, организм способен сам восстанавливаться. И здесь важно, на самом деле... То есть психика даже способна сама восстанавливаться. Да, да. Но здесь важно заботиться о себе и в период стресса не брать на себя какие-то лишние нагрузки, потому что организму нужно время на восстановление, и здесь, конечно, важны такие моменты, как сон, питание правильное. Вот вы говорите сон, я с вами согласен, но вот вы несколько минут ранее сказали, а если снятся кошмары, то есть сон как средство уйти, но наше подсознание во сне возвращает нас. Как быть в этом замоке? Или оно, может, перерабатывает там наоборот. Может.